Друзья, приветствую вас! На осенних покатушках мы на трех Нивах поломали полуоси. Сейчас посмотрите, как это было. Кстати, можете перейти, посмотреть это видео. Ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии на YouTube. Итак, все три Нивы у нас были установлены полуоси на 22 шлица. У меня самоблок, на красной Ниве заварка, на белой Ниве все стоп. И, к сожалению, мы все попереломались. У меня полуось стояла от производителя ВТ. Я почему-то был уверен, что она выдержит нагрузки. Но, к сожалению, нет. За пять лет первый раз я вообще сломал полуоси. Ну, естественно, что стал анализировать, какие полуоси в дальнейшем мне покупать. Посмотрел разные видео на YouTube. Есть ребята, которые взяли полуоси от разных производителей и на станке их скручивали. Полуоси почему ломаются? Потому что вот колесо, вот палочка, да, здесь у нас встает в редуктор. И вот это колесо крутит, да, здесь у нас зажало, ну, самоблок сработал. И вот эта палочка, она вот так вот выкручивается и ломается. Итак, в этом видео я вам расскажу, какие полуоси я приобрел. Попытаюсь вам рассказать, почему именно этого производить. Все это разберем. Будем снимать редуктор, который у меня был установлен на 22 шлица. И будем ставить редуктор с вами на 24 шлица. Потому что я полуосик купил именно на 24 шлица. Они должны быть потолще. Поэтому едем в автосервис, к Александру, автосервис 56. И там сделаем распаковочку, и я вам все покажу. Распаковку. Редуктор, который в гараже лежал, изначально был у меня в переднем редукторе на 24 шлица. Кто не знает, с завода впереди редуктор на 24 шлица, сзади на 22 шлица. Сейчас мы делаем так, чтобы у нас и перед, и зад был на 24 шлица. Почему я меняю именно 24 шлица? Во-первых, толще. Можно уже будет колеса, я думаю, цеплять поинтереснее. Да, Саша? Ну да. Сейчас мы полуоси вытащим, заводские, и померяем толщину. Насколько они толще. Вот я приехал к Александру. Саша, привет. Да, автосервис 56. Саша, давай по Волго-автопрому. Вот я такие полуоси приобрел себе. Твое мнение расскажем, людям покажем. Преимущество широкого подшипника. Двухрядный широкий подшипник стоит. Опора на полуось, то есть уже не узенькая идет, а широкая. То есть гораздо лучше они ходят, эти подшипники. Да, на заводских идет однорядный подшипник. Да, там обычно однорядный шариковый подшипник. И сальники лучше, во-первых. Сами подшипники с сальниками идут. И здесь отдельно, если ступицу снять, здесь еще отдельный сальник стоит. То есть уже попадание влаги прям минимальное. Тепулооси считаются разгруженного типа. То есть с завода полностью они собраны, гайка затянута. Здесь нам ничего не нужно выдумывать. Просто вставляем, меняем сальник. Для того, чтобы заменить подшипник, мы с вами откручиваем гайку, снимаем флянец. Да, глянется и вот эта вот ступица снимается и меняется. И перепрессовывается подшипник назад, все вставляется. Ну то есть ты считаешь тоже, что выбор как бы правильный, да? Чему именно эти полуось я выбрал? Во-первых, цена. Можно купить другого производителя, я знаю. Продается там и по 30 тысяч за пару. Но я вам скажу по своей практике, что все полуоси ломаются. Какие бы они ни были. Ломаются они из-за чего? Они сворачиваются. То есть, представляете, вот это вот зажато, например, а у вас тут колесо 35-ое стоит. Вот здесь вот у вас зажало, а колесо крутит. И получается вот этот вот вал, он его скручивает и щелкает. Да, поэтому, ребята, правильный выбор по качеству и по цене это вот полуось от Волга Автопрома. Многие ставят уже, как бы никто не жалует. Да, я говорю, что это может сломаться, естественно. Но я вам говорю, что цена и качество Волга Автопрома. Еще по полосям. Их всего три вида. Есть на короткий мост, это старого образца Нива, да? Они чуть-чуть покороче идут. Вот эти уже 21-23, да. 21-23 у нас модернизированные, сделаны в России. Про первый мы сказали короткий мост. И остальные идут с АБС и без АБС, да? По-моему. И все. У меня автомобиль с АБС, вот тут ставится кольцо, которое считывает обороты и передается на управление автомобилем. У тебя есть пидометр, с ним считывается. Да, есть пидометр у меня отсюда считывается. Я недавно на Алиэкспресс заказал полуоси Волга Автопром. Пришли. Пришло совершенно-совершенно... Там что-то гравировки, скорее всего, не было. Саш, там вообще вот это все другое. Там или от классики, я не знаю. И самое главное, там шлицов почти не было. Понимаешь, они не то ли восстановленные какие-то были. Вот. Я отправил, сейчас вот жду, когда мне вернут деньги. Поэтому заказываем только у официального дилера. Про все, что я говорю, масло, антифризы, только нужно заказывать у производителя. У каждого производителя есть ссылки на Озон или Валберес, где можно заказать. Вот так это выглядит в чулке заднего моста автомобиля Нива. Вытащили мы полуось на 22 шлица от производителя. А в это, как вы вначале видели картинки, что у меня эта полуось сломалась. Вот здесь вот сломалась. И, как видите, однорядный подшипник установлен, да? И разница здесь. Двухрядный подшипник. Это называется полуразгруженная. Также подшипник меняется легко здесь. Тоже АБС. И, как видите, 22 шлица и у нас 24 шлица. Сейчас мы с вами замерим разницу. Так, замеряем. У нас получается 24. Это на 22 шлица, да? Получается. И Волга Автопром. Посмотрим. 26. 26 на 2 миллиметра, да? Да, 2 миллиметра. 2 миллиметра получается толще. А их визуально даже толще. Ну да, их даже нахуй так. Визуально вот видно, что она толще. Угу. Согласен. И сняли вторую полуось. Это заводская у нас полуось. 23 с чем-то. Ну, нет. Почти 24. Это у нас завод. Заводская. Как видите, она без гайки. Здесь, чтобы поменять подшипник, нужно все греть. Ну, короче, целый геморрой. Но зато она заводская. Две заводских осталось. Вот как у меня от АВТ сломалось, я одну установил. И вот у меня получается завод. Вот АВТ 22 шлица. И теперь будем менять на Волго-Автопром на 24 шлица. Если взять полуось на 22 шлица и вставить дифференциал повышенного трения, где 24 шлица, у нас получается, она прокручивается. Видите? То есть шлицы не цепляются. Единственное, что нужно заменить, или шлицы, но у меня в данном случае редуктор уже идет на 24 шлица. Вот по этим шлицам. Вот, они идут или на 24 шлица, или на 22 шлица. Пока у нас полуосея нету, нужно сразу посмотреть чулок. Гнутый у вас или не гнутый. То есть у нас на просвет видно, что у нас чулок с вами ровный. Ну и заменим сразу сальники. Для того, чтобы снять нам редуктор, откручиваем болты. Он нас поставлен на герметик. Вытаскиваем, зачищаем. Посадочное место. Устанавливаем новый тоже на герметик. После того, как установим редуктор, поменяем сальник и установим новые полуоси. Зальем с вами трансмиссионное масло от компании Сентек. 75 на 90. Я считаю, что лучше соотношение цена и качество. Сняли мой редуктор. И как видите, здесь вот на 22 шлица. Здесь у нас на 24. Даже визуально видно, что здесь как бы поменьше по диаметру. Вот в этом только разница. А больше, в принципе, разницы нет. Пара все те же самые, подшипники все то же самое. Единственное, вот в этих шлицах. И как видите, у меня самоблок стоит здесь и здесь самоблок. По-другому дифференциал повышенного трения на 10 кг преднатяга. Независимо от производителей дифференциала повышенного трения, а принцип работы у всех одинаковый. Шайба преднатяга. Вот у него видишь, как крышка. Да, он здесь вот разбирается. Да, разборный здесь. А здесь по-другому. Здесь вот отсюда откручивается. Да, здесь снимается главная пара. И там делится, там уже болты, и она разделяется. Здесь просто, то есть здесь, ну, если что-то даже вскрывать, преднатяг менять, то есть пару не надо снимать, вытащил, вот эту крышку открутил. Ну, как видите, червяки, что здесь, что здесь. Хотя производители абсолютно разные. Принцип работы, повторюсь, одинаков. Саша, вот на коробке написано, что усиленные разборные разгруженного типа. Вот расскажи, чтобы люди понимали. Здесь, это вот у нас заводская, у нас получается, вот он подшипник. Подшипник заходит в чулок. Да. И вся нагрузка вот на этот идет подшипник. Правильно? Да, то есть ось подшипника и ось колеса далеко, расстояние большое. Нагрузка на подшипник, ну, то есть гораздо больше. Во-первых, подшипник двухрядный, он широкий здесь. Во-вторых, ось подшипника, центр подшипника. Даже то, что он широкий, то есть центр подшипника уже вот. Разница здесь центр подшипника и здесь центр подшипника. То есть подшипник ближе к колесу уходит. Нагрузка на подшипник гораздо меньше получается. Да, и здесь уже подшипник запрессован. Он в обойму запрессован. Да, он уже в обойме. И обойма уже одетая. Да, обойма уже крепится к чулку жестко. То есть сама вот она разгруженность. Сама центр подшипника смещается, то есть разгружает подшипник. Ну, да, я понял всё. Экспериментируем с этими полуоцами. У меня же установлены дисковые тормоза. И пока у нас вроде бы всё получается по сборке. Сейчас посмотрим. Одну специально поставили. Попробуем собрать одну сторону. Так, по дисковым тормозам у нас что там получается как-то? У нас здесь зазор увеличился. То есть у нас здесь, ну, до этого, на тех полосях по одной шайбе стояло. Сейчас надо будет по две поставить. А всё произошло из-за того, что ушла дальше из-за вот этой части. То есть здесь вот тоньше, здесь толще. У нас тормозной, ну, сама планшайба чуть-чуть сдвинулась. Ушла в другое, ну, сдвинулась. Поэтому надо ещё по одной шайбе подложить. Ну, в принципе, это не критично, да? Нет, нет. Они, по-моему, даже в комплекте с тормозами, там было больше шайб. Ну, вот этих регулировочных. Просто в прошлый раз нам хватило по одной шайбе. А сейчас поставим по две стороны, я понял. На той стороне уже колесо поставили. Всё у нас получилось с дисковыми тормозами. Друзья, представляю вам полностью синтетическое моторное масло. Синтек Премиум 9005 В40 А3 В4. Сервис я выехал, пробыло там около трёх часов. В принципе, мы всё вам показали, всё поменяли. С дисковыми тормозами, да, были небольшие накладочки, но этот вопрос мы решили. Спасибо ребятам с автосервиса 56. Думаю, что видео для вас было полезное. По крайней мере, кто не знал, знает, что есть 24 шлица, что есть 22 шлица, да? Также, что свободное дифференциалы, дифференциалы повышенного трения. Что, как ставится и как всё это отличается. Поэтому вам спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки и переходите в телеграм-канал. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Фондю любит тебя! Продолжение следует...